Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главные темы выпуска. Зима тревоги нашей. Уходящий февраль принес метель и сильный ветер. В изложении цветов, демонстрация техники и праздничный флешмоб в Самаре отметили День защитника Отечества. Русские с китайцем братья Навек, студенты СГИКа спели песню в поддержку зараженных коронавирусом. Последний аккорд февраль напоследок принес Самару непогоду. По прогнозам синоптиков сильный ветер и метель сохранятся до конца дня. При этом температура воздуха не опустится ниже плюс 2 градуса. Ночью ожидается мороз. На еженедельном совещании в Самарском департаменте городского хозяйства и экологии главам районов, службам благоустройства и руководителям управляющей компании поручено своевременно обрабатывать реагентами дворы и улицы, чтобы утром не было сильного гололеда. Сотрудники административно-технической инспекции должны проследить за исполнением поручения. Я прошу взять жесткий контроль района и директоров управляющих компаний, чтобы все дворовые проезды и тротуары, это касается скверов, парков, набережных, уличной дорожной сети, не допустить. Сколькость? Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительным данным, ЧП случилось из-за неисправности газового оборудования. Поздно вечером в тот же день поступил сигнал об отравлении угарным газом 19-летней девушки. Ее увезли в больницу Середавина от дома номер 20 в 11-м квартале поселка Мехзавод. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. За детство, свободные от никотина, торговым точкам запретили продавать подросткам так называемый снюс, никотиносодержащую смесь. Закон сегодня приняла Самарско-губернская дума. Кроме того, депутаты одобрили еще ряд важных инициатив. Олег Зверев побывал на пленарном заседании. Все, что содержит никотин, теперь под запретом для несовершеннолетних. Депутаты Самарской губернской думы единогласно одобрили закон о запрете продажи снюса и жидкости для электронных сигарет тем, кому меньше 18 лет. Отныне в регионе это рассматривается как административное правонарушение. В ближайшее время пройдет серия рейдов по торговым точкам. Штраф для магазинов и киосков до 100 тысяч рублей. Сегодня исчезли они с прилавков магазина вот эти вот некурительные смеси. Но если это будет вновь появляться в школах образовательных и вообще на территории, прошу информировать для того, чтобы мы с вами приняли эффективные меры. Вместе с этим мы, конечно же, ждем, это уже я обращаюсь к нашим депутатам Государственной думы, ждем от них закона о полном запрете оптовой и розничной торговли. Значит, это я прав. Говорили в губернанской думе о поддержке медицинского персонала. Для врачей и медсестер первичного звена, которые работают в поликлиниках и на станциях скорой помощи, теперь предусмотрена еще одна мера поддержки. Их детей будут принимать вне очереди в дошкольные учреждения. Задача состоит в том, чтобы как можно больше молодых людей шли в профессию и оставались работать в регионе. Громадный вуз у нас в области нашей медицинской. Для медицинского вуза это очень крупный вуз. Очень крупный. 7 тысяч студентов. Это очень все учатся. И в области, вдруг вы только вдумайтесь, я уже говорил про это. В Самаре не хватает врачей. Не хватает в Тольятти, там вообще 50%. В Жигулевске и в Сызрале. Все четыре города расположены на берегу Великой Русской реки и Волги. Пляжи, красота, красивые города. А врачей не хватает. По информации областного Минздрава, в 2020 году устроить в сад без очереди нужно будет более 350 детей-медиков. В 2021 году еще на 60 детей больше. Олег Зверев, Константин Головин. События. Дворы и парки железнодорожного района Самары, которые будут приводить в порядок этим летом, проэспектировала глава города Елена Лапушкина. Здесь появятся детские спортивные площадки, новые фонари и уютные лавочки для отдыха. Когда подрядчик приступит к работам, расскажет наш корреспондент. Установят ретер-карусели и увеличат мощность освещения. Летом 2020 года парк имени Щерса заиграет новыми красками. По просьбе жителей здесь должны установить скульптурные композиции и сделать прогулочную зону удобной для людей всех возрастов. К работе будут привлекать самых талантливых выпускников Самарского государственного университета путей сообщения. Они должны помочь городским властям решить проблему с арт-объектом «Паровоз». Мы обратились к ним, чтобы они документацию нам сделали на этот «Паровоз». Ну и помогли в этой переслокации его. Ну, провозят кликнулись. Жители дворов на Революционной решили принять участие в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Уже весной их двор начнут приводить в порядок – ремонтировать дороги и устанавливать спортивные и детские площадки. Делаем детскую площадку, там дальше. И здесь вот ближе к нам делаем площадку со спортивными тренажерами. Освещение здесь уже есть, ну и, соответственно, дороги. Жители домов номер 21 и 23 по Гагарина пожаловались в твиттер главе города на некачественную уборку дороги. Дворники с работой не справляются. Проезжая часть покрыта толстым слоем ледяной корки. Елена Лапушкина поручила главе района Вадиму Тюнину взять вопрос под личный контроль. Проблему должны решить в ближайшее время и привести дорогу в порядок. Недобросовестных коммунальщиков будут наказывать рублем. Те же, кто оплошал впервые, отделаются предупреждением. Специально настраиваем работу таким образом, чтобы, в общем-то, не рубли собирать, а заставить управляющей компании работать на территории. Но, к сожалению, даже сегодняшний объезд выявил кое-какие недоработки. Безусловно, мы их сейчас будем быстро исправлять. Еще одно обращение из твиттера к главе города поступило от жителей дома на партизанской 143. Аттракционы на детской площадке давно устарели. Ребятишкам негде играть. Летом детскую площадку обновят. Бой, нам помогите, пожалуйста. Может быть, детки-то... У нас вообще детей-то очень много. Как бы два общежития. У нас поселки с двух сторон. Дети идут, потому что там тоже ничего нет. Жители железнодорожного района с Волгина, обратившиеся к главе города на личном приеме, рассказали о своей проблеме на месте. Они попросили Елену Лапушкину решить вопрос с автомобильным трафиком. Уже совсем скоро в частном секторе установят несколько лежачих полицейских, а также дорожные знаки с ограничением скоростного режима. Городские власти должны решить проблему с оживленным движением и у 37-й школы. После того, как у учебного учреждения появился суд, трафик увеличился. Чтобы не подвергать жизни, здоровье детей опасности, здесь установят шлагбаумы. Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, летом 20-го в Самаре будут ремонтировать дворы во всех районах города. Специалисты приступят к подготовительным работам с наступлением весны. Мэр Елчана, Анатолий Головко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Все защитники в одном месте в Самаре масштабно отметили 23 февраля для города, что в военные годы был запасной столицей. Дата особенно почетна, поэтому и к организации торжества подошли ответственно. Началось все с традиционного возложения цветов к вечному огню на площади Славы. Уникальная история с полей, секреты силовых структур и неожиданные сюрпризы в репортаже Марии Левиной. Под звуки выстрелов в сердце генерал-лейтенанта Анатолия Шаповалова начинает биться чаще. Он вспоминает время, когда самому приходилось держать в руках оружие. Генерал-лейтенант Шаповалов – советский военачальник, награжденный орденами Красного Знамени, Красной Звезды и за службу Родине вооруженных силах СССР. Говорит, пальцев на руках не хватит, чтобы сосчитать сражения, в которых он принимал участие. Родину, где приказывал, там выполнял. Начиная с Кавказа, Поднестровья. Были события, когда Данманский, а тоже там оказался. Только не на Данманском, а в Благовещенском укрепрайоне. Поэтому в целом, где Родина приказывала, всегда находились люди, которые должны выполнять и решать все задачи, которые бы дали мир, а не войну. Дважды приходилось бывать в Афганистане, во второй раз уже в качестве советника Министерства обороны. Сейчас Анатолий Шаповалов – почетный председатель ветеранской организации. Свой праздник не устает принимать поздравления от товарищей. Приветствую вас, праздник! В церемонии торжественного возложения цветов к вечному огню на площади славы приняли участие ветераны, военные, региональные власти и юные патриоты. Почтить память воинов пришла и глава города Елена Лапушкина. Юрий Ильич, мы обращаемся ко всем самарцам и гостям города. С просьбой помочь Самаре, Уйбышеву, получить это звание в первую очередь. В это время на второй очереди набережной любой желающий мог почувствовать себя в роли защитника. Росгвардия, МЧС, ОМОН и другие силовые структуры показали свою технику, обмундирование, оружие и с удовольствием общались с гостями праздника. Главным героем праздника, особенно для юных гостей, оказалась немецкая овчарка по кличке Твист. Твист из центра. Он думает, это шарик. Он думает, да, это шарик. Он работает по поиску оружия и боеприпасов. Нормально, он еще молодой. А перспективный парень? Ну да, ищет. По точкам большой интерес вызывают выставки оружия, техники, стрелковые наши площадки. Безусловно, наши мероприятия пользуются, на мой взгляд, заслуженным вниманием горожан, не только горожан и гостей нашего города. Центром притяжения гостей фестиваля в этом году стала площадка «Штурм», где показывали мастер-класс по стрельбе из автомата Калашникова. Каждый желающий смог сделать выстрел, а система делала их максимально правдоподобными. Именно так и готовятся будущие защитники Отечества. Гостей праздника кормили армейской кашей. Не остались в стране и артисты театра, опера и балета. Они устроили покупателям одного из торговых центров яркий сюрприз. Вишенкой на торте стал традиционный праздничный фейерверк. Мария Левина, Василий Колдашов, Максим Гусев. События. Герой Советского Союза, участник взятия Берлина, почетный гражданин Самарской области Владимир Иванович Чудайкин отметил 95-й день рождения. Именинника поздравили не только супруга, дети, внуки и правнуки, но и первые лица региона. Первые годы войны Владимир Иванович трудился на заводе. Стране нужны были рабочие руки, поэтому работников предприятий на фронт не отправляли. Он решил пойти на хитрость. В те годы бездомных массово отправляли на фронт. Владимир Чудайкин оставил документы дома и специально попал под проверку. Так он стал танкистом. В первом сражении он уничтожил три самоходных орудия противника, отличился и в ходе взятия Берлина. За бою у стен Рейхстага ему присвоили наивысшую награду Герой Советского Союза. Герой-танкист и сегодня в строю. Он возглавляет Совет ветеранов Кировского района Самары. В день 95-летия Владимир Иванович поделился секретом долголетия. Организация давала. Это вот вся моя жизнь. Вот если бы я дома сразу ушел на пенсию, я бы, конечно, раньше состарился. А вот общение, работа, общественная работа, это вот движение, встреча с людьми, вот это, как говорится, главная сила, да главная сила и прожить до 95 лет. Во всем Владимира Ивановича поддерживает супруга Лидия Дмитриевна. В прошлом году они отметили железную свадьбу – 65 лет совместной жизни. У меня ничего нету. Я только два года проработала, еще заочно училась. И вот он поехал в Саранск. У него деньги были, у меня не было. Купил. Две кастрюли, два чагуна, два ведра, две чашки. С этого и начали. Делить нам было нечего. И вместе наживали. С 95-летием именинника поздравили не только родственники и друзья, но и первые лица области и города – губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Здравствуйте. 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 Это вам тоже подарок. Спасибо. Спасибо. От всех вас всех. Спасибо. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил ветерану Великой Отечественной Владимиру Ивановичу Чудайкину знак отличия. За заслуги перед Самарской областью. Сердечная вам благодарность, Владимир Азарович. Спасибо. У вас наград столько, что тут целый иконостас. Вы просто очень скромный человек. Но сегодня я хотел бы за ваш вклад в работу ветеранского движения вручить еще награду Самарской области. За заслуги перед Самарской областью, Владимир Азарович. Разрешите я прикрепить. Благодарю вас за ваш труд. В ближайших планах у Владимира Ивановича и его супруги побывать на юбилейном параде, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Елена Малютина, Григорий Пришаков. События. Отпраздновал свой 95-й день рождения еще один ветеран Великой Отечественной войны, Анатолий Евгеньевич Юмашев, в тыловом Куйбышеве он точил заготовки для бронебойных пулей, делал моторы для самолетов Ил-2. После войны в 45-м ушел в армию и служил в военизированной стрелковой части, а потом трудился на заводе «Экран» с лесарем-инструментальщиком. Анатолий Евгеньевич посвятил любимому делу 35 лет жизни. На пенсии помогают дочери выращивать цветы и пишут стихи о войне. Юбиляра поздравили не только родные и друзья, но и первые лица Самары. Глава города Елена Лапушкина вручила Анатолию Евгеньевичу медаль в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и зачитала поздравительное письмо от президента России Владимира Путина. Ну а ветеран в ответ прочитал строки из своего стихотворения. Родился он на Беземянке и назвали его Ив. Мотор могучим грозным робом о дне рождения возвестил. И трудовая Беземянка не жалеет своих сил. Каждым днем приумножала легендарных семей у них. В этот день поздравить Анатолию Евгеньевичу пришли родные и близкие. Юбиляра большая семья, двое детей, четверо внуков и шестеро правнуков. За долгие годы усердной работы он получил множество наград. В том числе орден трудовой славы и звание ударника коммунистического труда. Как повысить интерес людей к активному образу жизни? Какие решения на законодательном уровне помогут развитию спорта? Эти темы обсудили на Совете Приворского федерального округа, который прошел в Тольятти. Какие предложения прозвучали, расскажет Лариса Шалафаст. Привлечь к занятиям спортом как можно больше людей. Такая задача стоит перед властями во всех регионах страны. В своем послании Федеральному собранию президент поставил задачу, чтобы к 2024 году каждый второй регулярно занимался спортом. Задачи, поставленные главой государства по обеспечению массового охвата людей занятиями физкультуры и спорта, созданию для этого максимальных возможных условий, имеют важное значение и стратегический характер для поступательного развития России. Участники Совета подвели итоги первого года реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Он входит в нацпроект «Демография». И рассмотрели лучшие практики по популяризации здорового образа жизни. Участники Совета отметили положительный опыт Самарской области по практике сдачи ГТО дошкольниками. Отдельно губернатор Самарской области рассказал о федеральном экспериментальном проекте «Стань чемпионом». Он позволяет детям от 6 до 12 лет пройти бесплатное тестирование, которое определяет, к какому виду спорта есть предрасположенность. За год такой возможностью воспользовались почти 3000 человек. Мы не стесняемся учиться друг от друга, и это очень важно, поскольку это дает возможность развития той или иной отрасли, в данном случае массового детского спорта в нашем регионе. Мы взяли на заметку лучшие практики и, конечно же, их будем внедрять. На заседании Совета обсудили ряд проблемных вопросов. В частности, по мнению Игоря Комарова, не в полной мере используются возможности спортивной инфраструктуры школ и вузов. Уже разработана и утверждена межотраслевая программа развития школьного спорта. Теперь под программы предстоит принять на региональном уровне. Чтобы вовлечь в занятие спортом как можно больше школьников, нужно создавать клубы. Это направление планируют активно развивать. Требуется и поддержка ректоров при организации студенческих соревнований. Особое внимание развитию спорта по месту жительства. Во многих регионах не хватает инструкторов, которые работают на площадках во дворах. И у Самары здесь есть чему поучиться. В регионе работают более 300 тренеров по месту жительства. Лариса Шлафаст, события. Футбол офлайн и онлайн в одном месте. На стадионе Самара-арена состоялась презентация новых игроков-крыльев советов, которые весной будут помогать Самарскому клубу сохранить место в высшем дивизионе. В этот же день прошел турнир по киберфутболу. Кто лучше всех руководит действиями виртуальных футболистов и теперь будет представлять крылья на российских соревнованиях, знает Андрей Горгуленко. Обязательная бутылочка воды, музыка в наушниках и полная сосредоточенность на экране. Платон Шелест, прошлогодний победитель киберфутбольного турнира «Окрыльев советов», не изменяет своим игровым традициям. В 2019 году он представлял Самарский клуб на Кубке России, вошел в число 8 лучших игроков. Теперь пытается повторить успех, хотя учеба и работа в последнее время оставляют все меньше времени на игры. Подготовка к турниру, но она не была настолько сильной из-за отсутствия свободного времени, по большому счету. Вновь стать лучшим у Платона не получилось. Во многом и потому, что он готовился к режиму, где все команды имеют один уровень. Но организаторы в этот раз для большей зрелищности решили использовать настоящую силу команд в игре. Поэтому большая часть игроков брали под управление либо сборную Франции, либо английский клуб «Ливерпуль», который сейчас лучший в мире. Уровень игроков, он примерно все равно будет плюс один там. Незначительно будет замечаться. Все решать действительно будут руки в данной ситуации. Ну и склад ума, который позволит подстраиваться под соперника. Победителем турнира стал Иван Русанов. Всего в соревновании приняли участие больше ста игроков. А когда в одном месте собирается столько фанатов «Крыльев», это отличная возможность представить болельщикам новичков клуба. В зимнее трансферное окно команду пополнили шесть футболистов. Полузащитники Сафаа Хадди и Максим Глушенков присутствовать на презентации не смогли. А вот вратарь Евгений Фролов, полузащитники Денис Попович и Сергей Иванов, а также защитник Мехди Зефан получили свои футболки. Ребят, хочу вам сказать, добро пожаловать в Самару. Добро пожаловать в футбольный клуб «Крыльев Советов». Впереди серьезные задачи. Я надеюсь, мы их вместе с вами решим. Правильно мы говорим? Конечно. Болельщики вас любят, болельщики будут поддерживать. И всем нам удачи. Турнир по киберфутболу и презентации игроков проходили на стадионе Самара-Арена. Новичкам перед презентацией провели экскурсию. На это поле им выходить уже в пятницу 28 февраля на матч с Оренбургом. Это я первый раз на стадионе, только по телевизору видел. Все понравилось, экскурсию провели. Все отлично. Также футболистов проверили на знания самарских знаковых мест. Например, птичка, металл и груша. После чего они разыграли свои игровые футболки среди фанатов. А затем, подкрепившись блинами в честь начавшейся масленичной недели, отправились раздавать автографы и фотографироваться с болельщиками. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Пусть любовь царит во всем мире. Китайская народная песня, написанная в 19 веке и изрядно подзабытая, вновь популярна в Поднебесной. И все благодаря самарским студентам Института культуры. Молодые люди записали свое исполнение на видео в поддержку зараженных коронавирусом. Ролик сразу же стал популярным как в российском интернет-пространстве, так и в Китае, эксклюзивно для Самары ГИС. Музыканты повторили свое выступление. Мария Левина послушала. Эту песню на китайском языке студенты с ГИК исполнили в поддержку зараженных коронавирусом. Сняли видео и выложили на просторы интернета. Сегодня они исполняют ее во второй раз, эксклюзивно для Самары ГИС. За минуту до. Готовы, да? Все, поехали. Под аккомпанемент наставника начинающие музыканты запевают. Сначала всем смешно, репетиция без задора, не репетиция, говорят артисты. Но с самой первой нотой лица заметно меняются. Песня слишком душевная. Анна Макухина одна из 35 солистов хора СГИК. Признается, как только им предложили исполнить песню в поддержку жителей Китая, все с энтузиазмом согласились. Песня называется «Пусть любовь царит во всем мире». Конечно же, мы понимаем, о чем мы поем. И хочется поддержать жителей Китайской Народной Республики. В такую нелегкую минуту люди умирают. И тут понимаешь о ценности жизни. Для записи видео ребятам потребовалась всего одна репетиция. Примерно за два часа музыканты разобрали текст на китайском, с которым столкнулись впервые в жизни. С первой попытки все удалось. Наставник хора Павел Плаксин признается, был в шоке, насколько быстро его студенты прониклись. Звук пошел, и вот эта вот внутренняя энергетика, которую передают наши ребята, не зная абсолютно китайского языка, но та энергетика, которую они передают, они, конечно, даже меня зацепили. Ну, конечно, при исполнении слезы на глазах, не понимаю почему, но видим какая-то внутренняя энергия в этой песне, что она вызывает какие-то удивительные струнки, щиплет, что идут слезы. Первый раз, наверное, эти были какие-то чувства, о боже, что это за слова, как это исполнить. Да, наверное, такие были чувства. А сейчас уже это осознанно делаешь. Своё тепло, свой свет, свою любовь. Видео самурских музыкантов уже обошло все российские соцсети и стало популярным на китайских серверах. Мария Левина, Николай Сидоров, События. На этом наш выпуск завершён. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары ГИС» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»